Итоги пятницы 20 июля подведем вместе. В прямом эфире «Автограф дня» в студии Надежда Заборская. Здравствуйте! Целевая программа в действии. Социальные выплаты на покупку жилья уже получили более двух тысяч молодых семей области. Архангельские хирурги освоили новейшую кардиохирургическую методику. Пациенты восстанавливаются за неделю после серьёзной операции. В столице Поморья опять ремонтируют тысячник. Причина – прорыв на магистрали в районе улицы Карла Липнихта. Архангельская аллея славы недосчиталась деревьев. Более 30 саженцев выкопаны вандалами. И северное лето радует своим теплом. Жители региона ожидают по-настоящему жаркие выходные. Игорь Орлов выступил с предложением о создании федеральной системы беспилотного мониторинга пожаров и незаконных рубок. Об этом губернатор Архангельской области заявил на совещании по вопросу защиты лесов и глубокой переработки древесины. Оно прошло сегодня в Карелии под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Игорь Орлов сказал, что, судя по опыту региона, применение беспилотников, а также внедрение других современных технических средств, позволяет оперативно выявлять и ликвидировать лесные пожары и значительно сократить бюджетные затраты. Губернатор поддержал позицию Минприроды России относительно предоставления регионам субсидий на переоснащение лесопожарных формирований с современной техникой и оборудованием. Поддержка федерального центра требуется и в опросе проведения лесоустроительных работ. Ежегодно на эти цели Архангельская область тратит около 100 миллионов рублей. Что касается незаконного оборота древесины, Игорь Орлов отметил, что в регионе удалось в три раза сократить количество правонарушений в этой сфере. Кроме того, недавно ведущие предприятия лесной отрасли подписали хартию в сфере оборота древесины, которая направлена на отбеливание лесного рынка в регионе. Этот опыт будет полезным и в других субъектах России. Предложения губернатора были поддержаны Дмитрием Медведевым. Правительство Архангельской области приступит к формированию предложений по закупке современных технических средств для мониторинга лесных пожаров и развитию семеноводческих комплексов. К другим темам. 35 молодых семей Архангельска сегодня получили социальные выплаты на приобретение жилья. 19 из них – это многодетные. Программа реализуется уже 2012 год. На этот раз количество участников выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. Виталий Барашков продолжит. Семью Кузнецовых, Наталью, Максима и трех их сыновей Артема, Матвея и Тимофея теперь ждут приятные хлопоты. После получения социальной выплаты молодым людям, что сейчас живут с родителями, предстоит поиск и покупка уже собственного жилья. Сертификаты шли достаточно долго. Я считаю, что пять лет ждали. Наконец-то дождались. Так как у нас возраст еще прямо на границе получения сертификата, поэтому вдвойне счастливы. И будет он потрачен на покупку новой квартиры. Благополучному исходу семейной саги помогло то, что в этом году город выделил на целевую программу обеспечения жильем молодых семей более 9 миллионов рублей. Увеличены были и поступления из областного федерального бюджетов. Благодаря совместному финансированию в 2018 году количество участников программы по сравнению с прошлым годом выросло почти в два раза. Причем денежную помощь получили не только многодетные семьи, но и те, где детей меньше трех. Наличие своей квартиры, своего дома, это, наверное, важная и очень важная составляющая для того, чтобы архангелогородцы молодые захотели остаться в городе, хотели здесь работать, продолжать жить и развивать свою семью. В следующем году на сертификаты смогут рассчитывать еще больше молодых семей. Регион подал в федеральный бюджет заявку на 400 миллионов рублей. Всего же за время реализации программы в области выдано уже более 2000 сертификатов. Виталий Барашков, Александр Кузнецов, Регион 29. Уникальный метод хирургического лечения нарушения сердечного ритма освоили архангельские хирурги. В течение недели вместе со специалистами первой городской больницы работают кардиохирурги из Москвы. Олеся Кокина с подробностями. Длительная форма фибрилляции предсердия – один из типов мерцательной аритмии. Такой недуг встречается часто у 2% людей в мире. Предсердие перестает сокращаться, что ведет к образованию тромбов и увеличивает риск инсультов в 6 раз. Раньше для хирургической коррекции этой патологии требовалось вскрытие грудной клетки. Теперь операцию проводят теракоскопическим методом, то есть через несколько небольших проколов и всего в 50 клиниках в мире. В тесном контакте с ведущими специалистами из федерального центра новейшую кардиохирургическую методику освоили специалисты первой городской больницы Архангельска. Сегодня, вернее, на этой неделе сделан качественный шаг, прогресс в освоении этой методики. То есть мы стали еще безопаснее выполнять эту процедуру и, соответственно, более эффективно. Сложность и уникальность метода в доступе хирурги привыкли смотреть глазами и работать руками. Здесь требуется навык использования специальных инструментов и приходится смотреть в монитор. Добираясь до поврежденных волокон предсердия, хирурги прижигают источник аритмии электрическим током. Эта технология появилась всего 12 лет назад и владеют ею в нашей стране не больше 15 хирургов. Данному мероприятию предшествовала работа мы около полутора лет с Дмитрием Олеговичем. Общались, советовались. Он приезжал к нам, смотрел много раз эти операции. Мы вместе отбирали больных и решили таким образом, что неделю мы будем работать. В течение недели под присмотром коллеги из Москвы архангельские хирурги выполнят целый ряд таких вмешательств, главное достоинство которых быстрое восстановление пациентов. Уже через неделю после операции они могут покинуть стационар, а через две некоторые могут даже вернуться к работе. Олеся Кокина, Владлена Романова, Александр Кузнецов, Регион 29. В ходе спецоперации ФСБ пресечен незаконный канал поставки оружия в наш регион. В Котласе изъято более трех тысяч боеприпасов и семь единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперская винтовка с оптическим прицелом, самозарядные пистолеты, спортивный револьвер и два револьвера системы «Наган», а также охотничье ружье и глушители. В арсенале злоумышленника находились составные части для производства взрывных устройств. Все это хранилось у него дома и на работе. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы до четырех лет и штрафы до 80 тысяч рублей. А фермеру из Мизени грозит лишение свободы за нецелевое использование денег, полученных по гранту. В 2016 году Михаил Круглов получил почти полтора миллиона рублей на развитие свиноводства. Деньги выделены Министерством агропромышленного комплекса и торговли региона. Предприниматель должен был приобрести свиней, закупить нужную технику и отремонтировать складские помещения. Однако условия гранта не выполнил. Обвиняемый, получив средства гранта, фермерскую деятельность не осуществлял. Мероприятий, предусмотренных планом расходования средств гранта, не реализовывал. А средствами гранта он распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб федеральному и региональному бюджетам. Незадачливый фермер свою вину не признал. Однако арбитражный суд Архангельской области взыскал с Круглова всю сумму ущерба. Теперь уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах направлено в Лешиконский районный суд. В случае признания вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сегодня ночью на Тысячнике будет проходить ремонт. Архангелогородцам необходимо сделать запас воды. Давление в сетях понизят уже сегодня с 8 часов вечера. С 23 часов воды не будет в Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском и частично Ломоносовском округах. Работы планируют завершить к 8 утра субботы. После этого возобновится подача воды. Причина отключения – прорыв на магистрали в районе улицы Карла Липнихта. Впервые при отключении Тысячника будет задействован кольцевой водовод, введенный в эксплуатацию в конце прошлого года. Однако, как сообщили водоканали, в связи с тем, что запасная магистраль будет применяться в тестовом режиме, горожанам все же лучше сделать необходимый запас воды. С Архангельской аллеи славы стали пропадать деревья. Месяц назад в городе были высажены 750 саженцев дубов, яблони и кустарников. Их жители столицы Поморья выиграли во всероссийском онлайн-голосовании, организованном питомником «Экоплант». Сегодня около дома на Воскресенской 8 недосчитались как минимум 30 деревьев. Пропажу обнаружили инициативные граждане, которые следят и ухаживают за новой зеленой зоной. Очень хотелось сделать город зеленым, чтобы в нашем городе было более уютно для каждого жителя. Естественно, то, что увидела, это для меня была серьезная боль. Я, конечно, сразу же разместила всю информацию в сетях, везде, чтобы люди это увидели. Потому что многие откликнулись на эту акцию, многие в ней участвовали и многие очень сильно переживают. На действия варваров сразу обратили внимание в городской администрации. Власти Архангельска сегодня подготовили заявление в полицию. В рамках тех мероприятий, которые будет проводить полиция, по всей видимости, будут установлены те лица, которые таким образом отреагировали, таким образом повели себя, фактически, нанеся и моральный, и какой-то материальный ущерб. Не то, что даже администрации города, а всему населению города. Также всех жителей города просят проявлять бдительность. Если вы стали свидетелем похищения деревьев с Аллеи Славы, то сразу сообщайте об этом в администрацию города или в полицию. Мост через речку Ваймугу соединил два берега. Бригада рабочих на днях завершила монтаж последнего пролета. Устойчивая связь с миром теперь появилась у пяти тысяч жителей крупных деревень Тегра и Сельцо. До недавнего времени транспортную проблему своими силами решал местный житель на самодельном пароме. Алексей Шемякин продолжит. Леонид Пермеловский ветеран труда. Человек ответственный. Свою жизнь посвятил работе на Северодвинской звездочке. Теперь он пенсионер, а по совместительству паромщик. Плод построил своими руками и много лет решал проблему транспортной переправы через Ваймугу. Теперь паром сохнет на берегу, а Леонид Пермеловский радуется за односельчан. Как говорится, жизнь-то там на селе даже возрождается маленько, но в связи с тем, что построен мост, это намного облегчает все и у людей уверенность, то есть и в завтрашнем дне. На другом берегу крупные деревни Сельцо и Тегра. Зимой там живут около семи сотен человек, а в летнее время до пяти тысяч. Теперь добраться на машине до родового гнезда, привезти продукты или вызвать скорую не составит проблем. Действительно, это очень важен, этот мост для жизнеобеспечения населения, для оказания медицинской помощи, пожарной безопасности. И мы все очень рады появлению такому постоянного сооружения, которое будет соединять два берега реки. За возведение моста взялась команда строителей под руководством Сергея Истомина. В бригаде друзья и родственники работают как для себя. Женщины, местные старушки говорили, опять карандаши заколачивают, не устоит. мост. Я уверен, что устоит. Вот эти сваи 9-метровые забитые очень неплохо. С ними ничего не будет. Сваи исключительно из лиственницы. Это самое долговечное дерево. Недавно бригада закончила монтаж последнего пролета. Два берега уже соединены. Официальное открытие моста назначено на 24 июля. Алексей Шемякин, Клим Пестов, Александр Угольников, Регион 29. А сейчас главная политическая тема ближайших полутора месяцев. Наш регион готовится к выборам. 9 сентября в единый день голосования сформируем новые составы многих заксобраний. Поэтому теперь каждую пятницу, начиная с этой, будем рассказывать, что произошло за неделю, что делают избиркомы и как ведут себя кандидаты. Итак, самые крупные и ответственные выборы в областное собрание депутатов. Пока на 47 мест в региональном парламенте претендует более 400 человек, выдвинутых партиями, и 7 самовыдвиженцев. Вторые по значимости выборы для жителей областного центра в Архангельскую городскую думу. Там на 30 мест сегодня уже более 120 соискателей от партий и 12 самовыдвиженцев. Также 9 сентября пройдут выборы в городское собрание депутатов Котласа и в представительные органы 8 районов. Кроме того, в 17 поселениях области состоятся до выборы. Срок выдвижения кандидатов на выборы в Архангельское областное собрание депутатов уже истек. Выдвинуть своих представителей могли 64 партии, но сделали это лишь 7. Пять из них парламентские, представленные сегодня в действующем составе депутатского корпуса «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и Розина. Кандидатам от этих политических объединений не нужно собирать подписи избирателей для выдвижения. А двум другим партиям, заявившимся на выборы «Яблоко» и «Коммунистическая партия коммунисты России», необходимо заручиться поддержкой 4753 жителей региона для регистрации списка. Подписные листы должны быть предоставлены в областную избирательную комиссию к 25 июля. На сегодняшний день избирательная комиссия Архангельской области заверила списки кандидатов в областное собрание депутатов и открыла аккредитацию для представителей средств массовой информации на выборы в региональный парламент. Председатель обл. избиркома Андрей Контиевский в интервью программе «13 этаж» отметил, что все идет по плану. У представителей политической партии никаких вопросов по выдвижению не возникает. Кандидаты самодвиженцы открыли все избирательные счета, то есть отработали с комиссиями по подаче документов. Жалоб в избирательной комиссии области в территориальных избирательных комиссиях на сегодняшний день нет. Мы сейчас провели формирование участковых избирательных комиссий после окончания президентской кампании 828 участковых избирательных комиссий было переформировано. 70%, в некоторых случаях 60% это остались те члены комиссии, которые уже имеют опыт работы в системе. Это очень важно, то есть преемственность сохранена, много молодежи пришло в комиссии, готовые работать. Сейчас кандидаты уже вправе вести агитацию путем личных встреч с избирателями и выпускать агитационные материалы. Но главный агитационный период в СМИ начнется только с 11 августа. Продолжаем программу. Проекты, предложенные участниками 10-й юбилейной команды 29 смогут претендовать на президентские гранты. Такой вывод прозвучал сегодня на пресс-конференции, посвященной подведению итогов молодежного форума. Удачным признали организаторы и первый опыт проведения дополнительной смены для школьников под названием «Регион развития 29». Подробности у Михаила Меньшенина. Десятый форум «Команда 29» завершился. Закрылась и вторая смена. В этом году впервые молодежь сменили школьники. В Устянской Малиновке был организован профориентационный лагерь «Регион развития 29». Пришло время подводить итоги. Проекты, разработанные в результате решения заданий кейсов, сейчас оценивают специалисты, просчитывают финансовую составляющую и живучесть идей в современных условиях. Наиболее успешные из них смогут рассчитывать на получение грантовой поддержки федерального и регионального уровня. «Команда 29» разработала ряд проектов, проектных команд, которые будут работать в течение долгого периода времени. В сопровождении их будут осуществляться силами корпорации развития Архангельской области совместно с Домом молодежи. Все договоренности здесь достигнуты. Отличительной чертой юбилейной команды 29 стала актуальность Уже сейчас известно, что в сентябре он будет претендовать на получение президентского гранта. Разработка направлена на поддержку экстремальных видов спорта. Суть проекта как раз обеспечение в следующем году мероприятиями все областные точнее районы области именно вот скажем так субкультурами спортивными субкультурами. Планируем размер гранта, который мы хотим привлечь это порядка 2-3 миллионов. Школьная смена под названием регион развития 29 по структуре напоминает молодежный форум. Подростки также работают по определенным направлениям это сфера медиа, IT-технологий, бизнеса и другие. Разница в том, что создаваемые здесь проекты нужны для погружения подростков в интересующую их профессию. У детей прежде всего восторг от того, что они могут решать серьезные профессиональные задачи на взрослом уровне это их вдохновляет это открывает им глаза на то, какую профессию где можно работать, что можно строить карьеру в Архангельской области. Организаторы смены регион развития особенно отмечают способности подростков из отдаленных районов области. Самые перспективные участники из молодежной и школьной смен получат возможность пройти стажировку на ведущих областных предприятиях. Михаил Меньшинин, Александр Кузнецов, Регион 29. А на юге региона стартовал международный фестиваль Устьянская Сыпчино. Ежегодно вот уже 17 лет народный праздник собирает сотни гостей. В этом году одна из главных тем деловых встреч это привлечение туристов на гастрономические туры. Подробности у Натальи Пулиной. Устьянская Сыпчино один из главных летних праздников на юге области. Здесь проводятся выставки, мастер-классы и ярмарки. Но кроме развлечений есть место и важным темам. В этом году устьянские предприниматели решили обсудить насущный вопрос, как сделать район привлекательным для гастрономического туризма. То есть турист, гость, кто угодно, он прежде всего должен получить какое-то очень притягательное знание в этой территории. В этом году им рада помочь Екатерина Шаповалова, координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России». Буквально несколько дней назад она вместе со своей командой вернулась из масштабного путешествия по 11 городам-организаторам Чемпионата мира по футболу, где познакомила иностранных гостей с нашей национальной кухней. Екатерина уверена, у Устьяны есть потенциал. Когда у нас в названиях продуктов питания появится географическое название, то есть название вашего района и название региона, то есть Архангельская область и Устьянский район, Устьяны, тогда мы можем смело говорить о продвижении туристического потенциала за пределами района и за пределами региона. Предприниматели и администрация района надеются, что гастрономический туризм в будущем сможет стать настоящим брендом Устьян. Мы сегодня нацелены создать, объединить бизнес, который заинтересован, объединить представителей культуры, истории, администрацию, чтобы мы дальше продолжили уже какой-то единой рабочей группой в этом направлении двигаться. Продлиться Устьянская Сыпчина до 22 июля. Гости фестиваля смогут поучаствовать в Синокосе, гонках на мотоблоках и, конечно же, в традиционных народных гуляниях. Наталья Пулина, регион 29. Эти выходные в Архангельской области ожидаются по-настоящему летними. Температура воздуха будет высокой, а ветер умеренным и тёплым. Осадков в центральной части региона не ожидается. Дожди могут огорчить лишь юго-западные районы области. Жаркая погода сохранится и на следующей неделе. Фон температуры в ночные часы у нас ожидается от 13 до 18, с последующим повышением уже на следующей неделе до 15-20. И также днём температура воздуха от 23-28, тепло также в течение следующей недели будет повышаться уже 25-30. Мы ожидаем. Напомним, что в области введён особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов. Нарушителям грозят существенные штрафы. Физическим лесам от 4 тысяч рублей, юридическим до полумиллиона. На этом всё. Спасибо, что итоги дня вы подвели вместе с нами. А я прощаюсь, желаю вам хороших выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова